друзья всем привет меня зовут олег логинов и сегодняшнее видео урок будет посвящен по большей части преподавателя до этого мы больше контент снимали для учеников на сегодня будет урок для преподавателей хотя дорогие ученики вам тоже это будет интересно потому что это вам действительно поможет лучше понимать материал сегодня мы поговорим про сальсу поговорим про основы про самое начало про старт про первое вводное занятие что нужно делать что не нужно какие мы ошибки совершаем совершают начинающие преподаватели в общем проговорим про это по сути про первое занятие про старт группы и так сальса вначале на сальсе мы учим с учениками сальса basic сальса basic это раз два три 4 5 6 7 важно мы сначала даем половинку движения вперед на месте приставочка вперед на месте приставочка почему только половинку потому что целиком движение выучить сложно а половинку движения выучить проще из этого следует первое золотое правило мы стараемся нашим ученикам объяснять все максимально просто максимально чем проще тем лучше если это проще значит нужно делать так если это проще значит нужно делать так и так мы с ними походили сальса basic когда мы объясняем его важно использовать с какой ноги на какой счет и куда мы идем золотое правило с какой ноги на какой счет куда то есть с левой ножки на счет 1 я иду вперед раз с правой ножки на счет 2 делаю шаг на том же месте на счет 3 с левую ножку я подставляю правый 4 пауза отдыхают ничего не делаю давайте повторим еще разочек а раз два три отдыха еще раз раз два три отдыхаю раз два три отдыха прекрасно дальше мы можем включить коммуникацию с учениками очень важно чтобы они с вами общались вот мы задавали им вопросы и они вам их от на них отвечали вопросы должны быть максимально простые для того чтобы они смогли на них естественно ответить да и этими коммуникациями этими вопросами вы включаете ученика в процесс обучения и он из состояния такого немножечко закрытого так учетом левой нога хорошо вот он начинает включаться больше процесс начинает быстрее схватывать быстрее соображать у него лучше получается ну вот и соответственно для него это занятие будет куда более эффективным поэтому от коммуникации очень многое зависит каким образом мы можем включить ученика в эту коммуникацию спросив элементарный вопрос к примеру мы танцевали половинку сальса бейсика вперед на месте приставочка смотрите мы с вами походили вперед куда мы можем с вами еще походить назад молодцы правильно конечно назад давайте найдем у нас правую ножку с правой ножки на счет 5 мы с вами идем назад левой ножкой шаг на месте и на 7 правую ножку подставляем к левой на 8 у нас пауза отдыхаем ничего не делаем кубинцы классный народ они любят праздник фиесту отдыхать и не придумали очень классный танец которым при 25 процентов отдыхаешь ха 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 посмеялись еще один важный совет обязательно используйте юмор на занятиях вот потому что юмор расслабляет ученика ему становится комфортно классно прикольно и он опять же еще лучше готов воспринимать информацию поэтому обязательно шутите это круто окей и так получился у нас целиком сальса бейсик вперед на месте приставочка назад на месте приставочка кстати обратите внимание сначала вы объясняете подробно то есть какой ноги на какой счет куда мы идем потом это начинайте упрощать из серии вперед на месте приставочка назад на месте приставочка а 1 2 3 справа и 5 6 7 слева и 1 2 3 назад и вместе вперед и вместе назад и вместе то есть когда вы объясняете материал используйте разные не только счет 1 2 3 5 6 7 не только левое право лево право лево право используйте разные слова разные цифры разные все чтобы вы как стихи с выражением читали, и тогда ученик еще более включенным будет в процесс. Ему будет интересно учиться. Окей, идем с вами дальше. Станцевали мы сальсо-бэйсик. И наша задача дотанцевать его до того темпа, под который они сейчас будут танцевать под музыку. То есть, если у вас там гуанта-на-мера, и она раз, два, три, пять, шесть, семь, то вы не должны танцевать с учениками так. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Выучили? Выучили. Давайте теперь под музыку. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Слишком резкий перепад скорости будет для них. Поэтому вы догоняете их до той скорости, которой будет музыка. То есть, вы же знаете, что у вас гуанта-на-мера, это раз, два, три, пять, шесть, семь. И вот вы с ними доходите медленно под ваш счет до этого темпа. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И тогда у них получилось все под ваш темп. Дальше вы ставите музыку, и у них, естественно, все получится. Поэтому, что только что они вместе с вами это делали под музыку, точнее, подсчет того же ритма, что и музыка. Окей, движемся дальше. Следующее базовое движение называется Румба Бэйсик. Почему я называю обязательно движение? Потому что ученики должны запоминать названия. И когда они будут приходить у вас на вечеринку, они из головы эти названия будут доставать. Особенно, в первую очередь, это касается партнеров. То есть, он берет партнершу, танцует с ней Сальса Бэйсик. Что я еще знаю? Что я еще знаю? А, Румба Бэйсик. И танцует с ней Румба Бэйсик. Что я еще знаю? Я знаю... Поворотик знаю. А, поворотик. Та-ра-та-ри-та-та. Повернул ее. То есть, обязательно должны быть четкие названия. И у человека должна быть ассоциация с этими названиями ученика. Поэтому на протяжении всего периода обучения обязательно учеников спрашивайте. Так, какие мы с вами движения знаем, Энрики? Сальса Бэйсик? Молодцы. Еще какие? Румба Бэйсик? Молодцы. То есть, они сами вам должны говорить эти названия. Повторять. То есть, вам нужно сделать так, чтобы они их выучили. Чтобы они их выучили, есть много разных приемов. То есть, вы можете... Чтобы они в чат написали вам, да? Эти названия фигур. Чтобы они их сохранили себе на телефоне. Вы можете подходить на занятия и спрашивать конкретного человека. Назови три базовых шажочка. Сальса Бэйсик? Момба Бэйсик? Кубанит. Вы можете запустить эту штуку по кругу. То есть, они вот стоят по кругу. И вот такие подошли к одному партнеру. Так, что ты знаешь? Инчуфло. Молодец. А ты что знаешь? Диликино. Молодец. А ты что знаешь? Поворотик. Молодец. А ты Кока-кола. И так далее. То есть, видите, вы должны их прокачивать в плане знания. То есть, вы должны сами понимать, что вы хотите от ученика. Да? То есть, если вам нужно, чтобы он знал движение наизусть, то ему нужно это дело выучить. Он этого не понимает. И вам нужно эту идею до него донести. То есть, вам нужно сделать так, чтобы он это дело выучил. А выучит это тогда, когда вы будете его к этому максимально подводить. Окей, немножечко отвлеклись лирическое отступление. Возвращаемся к румбо-бэйсику. Итак, румбо-бэйсик мы уже делаем целиком, без разделения по половинке, потому что по половинке мы делали сальса-бэйсик. Румбу можно уже целиком сделать. Мы делаем шаг в сторону, шаг на месте, приставочка пауза, шаг в сторону, на месте, приставочка пауза. И таким образом дальше все делаем то же самое. То есть, раз, два, три, вправо и приставка, раз, два, три, вправо и вместе, в сторону, вместе, в сторону, вместе, в сторону, вместе, в сторону, вместе. Следующий важный момент – это жестикуляция. То есть, когда вы объясняете какой-то материал, вас должно быть много. То есть, ученики вас должны очень хорошо, четливо видеть и видеть вас максимально таким объемным. Поэтому, когда я объясняю какой-то материал, я постоянно стараюсь жестикулировать. Если это Roomba Basic, то я говорю налево, направо, налево, направо, то есть максимально показывайте, куда вы идете. И за счет этой же стипуляции, опять же, будет им понятней и более динамичным, опять же, будет смотреться занятие. Дальше, следующий еще важный момент. Когда вы объясняете, ваша задача максимально стараться до них это дело донести. Вот как сейчас я вам стараюсь через видео урок донести информацию, точно так же ваша задача донести это до учеников. Потому что я очень часто вижу на занятиях такой вариант. Ребятки, учим Roomba Basic. С левой ножки мы идем в сторону, правая на месте, левая подставили. Вы чувствуете энергетику? Конечно, вы не чувствуете энергетику, потому что ее нет. Вы просто читаете, не знаю, текст такой, который написан на бумажке. Ваша задача стараться донести, почему у меня руки идут вот сейчас в камеру, потому что я хочу вот донести эту информацию. Если бы я не хотел, я бы вообще закрылся, руки убрал за спинку и вот рассказывал что-то сам себе под нос. Поэтому обязательно используйте жестикуляцию и обязательно используйте вот этот вот посыл, энергию. То есть вы должны прям заставить их танцевать. То, что вы преподаватели, вы хотите научить их танцевать. Окей, еще одно греческое вступление, едем дальше. После того, как мы выучили румба-бэйсик, мы переходим к третьему базовому шагу. Называется кубанита, кубинский шаг, кубан-бэйсик. Что это такое? Мы с левой ножки на счет раз идем назад, с правой ножки на счет два я делаю шаг на месте, с левой ножки на счет три я делаю шаг в сторону и на четыре пауза. Хочу чуть-чуть вернуться обратно. Перескакиваю много материала. После того, как мы выучили румба-бэйсик, естественно, мы танцуем это дело под музыку. И после того, как мы это станцевали под музыку, мы собираем сальса-бэйсик и румба-бэйсик. Обязательно не переходим дальше кубанити. Почему? Потому что, опять же, это проще. То есть я собираю два сальса-бэйсика и два румба-бэйсика вместе. Почему по два? Потому что, опять же, проще. То есть если вы станцуете сальса-бэйсик и тут же начнете танцевать румба-бэйсик, ученик очень часто будет переключаться, он только в одно направление пошел, и тут же надо идти в другое направление. Поэтому мы делаем по два разочек. Два раза сальса-бэйсик. 5, 6, 7. Раз, два, три. Два раза румба-бэйсик. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три. 5, 6. Сальса. И так далее. Следующий важный момент, еще один лайфхак. Обязательно заранее говорите ученикам, что они будут танцевать. Что значит заранее? Вы танцуете сальса-бэйсик. Раз, два, три. 5, 6, 7. Второй разик. То есть я им говорю, что мы второй раз сейчас танцуем, да, сальса-бэйсик. Раз, два, три. Приготовились. Румба-бэйсик. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три. И сальса вперед-назад. Раз. Раз, я и проговорил, и сказал заранее, и пожестикулировал руками, и донес это энергетикой своей. И тогда все будет очень круто, классно, они уйдут в восторге от вашего занятия, и вы действительно будете фантастическим преподавателем. Итак, мы собрали сальсу с румба-бэйсиком, потанцевали без музыки, под музыку, и перешли к кубаните. Кубинский шаг, юбан-бэйсик. Итак, назад, на месте, на три делаем шаг в сторону, четыре, пауза. На пять, с правой ножки назад, на месте, в сторону, пауза. назад на месте в сторону пауза, назад на месте в сторону паузы. Это движение можем учить по половинкам, то есть делать 1, 2, 3, отлично, еще разок, 1, 2, 3, молодцы, еще разок. Можем учить целиком, то есть делать 1, 2, 3, тогда сакцентируйте внимание, что им нужна дальше правая ножка до следующего движения, что мы идем назад на месте в сторону. Левая ножка нужна. Раз, два, три, подготовили правую ножку. Пять, шесть, семь, подготовили левую ножку. Назад, на месте, в сторону. Теперь правая назад, на месте, в сторону. Что еще делаю? Стучу по ноге, показываю, что вот именно с этой ноги сейчас будет. Вот именно с этой ноги сейчас будет. Показываю, что движение будет назад. Движение будет назад. Тогда оно получится. Дальше, что касательно юмора. У них же всегда у учеников типичные ошибки. И ваша задача как преподавателя максимально это дело сутрировать. Представьте, что вы в театре. Когда в театре актеры играют, что они? Они очень громко говорят, они буквально орут, что называются друг на друга. Почему? Потому что зритель, сидящий в последнем ряду, он должен услышать то, что вы как актер говорите. Поэтому очень важно прям максимально-максимально ярко все это делать. Опять же, ушел немножко в сторону. Ну, касательно юмора. Старайтесь максимально показать вот это вот движение, вот эту ошибку, которую они делают. То есть сутрировать ошибку, чтобы они прям увидели, в чем косяк. Что очень часто ученики делают? Они делают так. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Я называю это ковбой style. То есть что они не собирают ножки. Они посмеялись, похохотали. Блин, прикольно, классно, весело, да? Теперь показывайте следующий этап. Вы показываете, как надо это сделать. То есть вы говорите, смотрите, ножки нужно обязательно собирать. То есть я собираю ножки через небольшую подставочку. И дальше я иду назад. Что я сделал? Я прям показал руками, что я собираю ноги. Я сам ушел вниз. То есть чтобы они прям посмотрели и увидели, как именно нужно сделать. Понимаете? Сначала я сутрировал, как не надо делать. Показал ярко, чтобы все поняли даже с последнего ряда. А потом я показал, как надо это сделать. И максимально опять же так же ярко, чтобы с того последнего ряда это все увидели. Тогда опять же материал будет очень круто, классно заходить. Итак, мы сделали кубаниту. Сделали ее дальше под музыку, естественно. И после этого собираем все вместе. Сальса бейсик два разочка. Раз, два, три. Приготовились. Румба бейсик. Раз, два, три. Видите, я заранее. Второй раз. Раз, два, три. Кубанита. Назад с левой ножки. Три. И с правой шесть, семь. И с левой. Два, три. И с правой шесть, семь. И дальше вперед. Два, три. Пять, шесть, семь. Перед тем, как они у вас будут танцевать это дело под музычку, обязательно проговорите основной момент про то, куда начинается каждый шаг. То есть вы такие, сальса бейсик, ребята, из какой ножки вы идете? С левой. Умнички, молодцы. Куда вы идете на сальса бейсик? И они такие, вперед, молодцы. А на румба в сторону. Умнички, а на кубанита назад. Супер. Вот это в голове держите. То есть сейчас не просто копируйте, потому что детки они просто копируют, и для них педагога дает румба бейсик, они такие, внезапно, для него это дело стресс. Поэтому, ребятки, сами включайте в голову мозг, что вы должны сейчас танцевать два сальса бейсика. Второй, вы помните. И сейчас что будет? Будет румба бейсик. Да, молодцы, румба в сторону. Конечно. Пять, шесть, семь. Приготовились. Сейчас будет кубанита с левой назад. Кубанита с левой назад. Молодцы. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. И все, с самого начала левая нога вперед. Сальса бейсик. Пять, шесть, семь. То есть я все время веду их. Я веду их за собой. Я никогда, особенно на первом занятии, не отпускаю группу. Типа там сальса бейсик, пробуйте, я вам похожу. Ни в коем случае. Вы все время держите их. Вы все время капитаны, вы все время ведете. Они еще слишком маленькие. Они слишком неопытные, чтобы их оставлять в свободное плавание. Вот. И, соответственно, вы собрали два сальса бейсик, два румба бейсика, две кубаниты. Дальше. Дальше мы ставим их в пары. Ставим их в пары. И здесь очень важно проговорить, самый важный момент, что у девочки тут другая нога. Вот. И здесь, как правило, я с ними тоже начинаю немножечко играться, шутить. Я говорю о том, что... Так, ребятки встали в пары. Отлично. Девочки маникюрчиком наверх. У кого маникюрчика нет, выйти за дверь, сделать, вернуться. Ха-ха-ха. Опять же, посмеялись. Мальчики ладошками наверх, ручки соединились. Максимально просто, максимально коротко, но в то же время емко и с какими-то микро-шуточками обязательно. Вот мы встали в пары. И дальше, опять же, я коммуникацию с ними завожу. Я говорю, ребятки, так, сальсобейсик у нас куда начинался? Вперед. Молодцы, вперед. Смотрите. Если мы вперед оба с левой ноги пойдем, у нас будет ДТП, мы врежемся. Как мы будем выходить из этой ситуации? Варианты. Пошли варианты вам накидывать. Соответственно, пошла опять коммуникация с ними. Мы пришли к тому, что, естественно, девочки начинают с правой ноги. И здесь вы как раз этот основной момент, что девочки в паре всегда, абсолютно всегда, что бы ни происходило, начинайте танцевать с правой ноги назад. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Всегда в паре начинайте с правой ноги. И после этого, как донесли, все, вместе с ними танцуем сальсобейсик. Потанцевали сальсобейсик. Дальше можно, в принципе, сразу добавить румбобейсик. Также по два раза, ну, румбобейсик потанцевать немножечко, потанцевали, 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 потом окей, молодцы, давайте соединим сальсу с румбобейсиком, два раза туда-сюда, два раза туда-сюда, и поставили музычку, потанцевали это под музыку. Можно не делать этого, выучили сальсобейсик под музыку. Тыри-ты-ты-ты, тыри-ты-ты-ты. Но не залипайте долго. То есть, вот они у вас танцуют, потанцевали секунд, ну, там, 30-40, вы видите, что все нормально, они у вас танцуют. Все, выключаете музыку, даете материал дальше, то есть не зависайте слишком долго, вы должны увидеть, что они сделали, и сделали процент, и секунд 20 они у вас потанцевали правильно, вы думаете, что все нормально, они усвоили материал. Вот, следующий важный момент, если вдруг один ученик совсем отстает, совсем у него не получается, что делать? Не нужно всю группу, чтобы она отставала и ждала одного ученика, это прям проигрышный вариант, то есть нужно второго преподавателя, который у вас есть, отправить к этому ученику, и он с ним помогает ему, собственно, разобраться с ножками, помогает ему там спасать. Вот, вы же вещаете для, ну, если вы главный педагог, мы говорим про ведение группы, вы вещаете для этого, для, собственно, группы, то есть если 85% учеников делают материал, все хорошо, мы двигаемся дальше, то есть не ориентируйтесь на одного, двух, трех человек, которые совсем отстают, они все равно не успеют, у них все равно не получится прям так, как вы хотите, а из-за них будет группа сильно отставать, поэтому намного лучше одного педагога выделить, и тогда все будет комфортно. Дальше, значит, мы станцевали сальса, станцевали ромбо-бэсик, станцевали все это дело в парах, дальше наступает кубанита. Кубаниту обязательно нужно протанцевать отдельно, отдельно от всех фигур, она самая сложная, и здесь оба начинают идти назад, и тут начинает путаница. Поэтому важно прям сразу сначала проговорить, что так, девочки с какой ноги? С правой, молодцы, мальчики с левой, а куда ходили? Назад, да, то есть вы сейчас оба идете назад, да, то есть все оба, шикарно, молодцы. Давайте, приготовились кубанита, раз, два, три, пять, шесть, семь. То есть какие-то такие важные моменты, где они могут немножечко заступить, и где-то не получится, обязательно нужно прям проговорить спокойно, медленно этот моментик. Потанцевали кубаниту без музыки, под музыку, и только после этого, естественно, собираемся вместе сальса-бэсик, ромбо-бэсик и кубанита. Вот таким образом вы это все делаете. И дальше нужно обязательно сказать про то, каким образом вообще строится сальса. Вы выучили три движения сальса, ромбо-кубанита, и эти шажочки вы можете комбинировать друг с другом абсолютно как угодно. То есть можно начать с кубаниты, потом сальса, потом ромбо, потом две кубаниты и так далее. И таким образом построена, в принципе, вся сальса. Ты можешь комбинировать все, что угодно, с чем угодно. Таким образом, через месяц после начала занятий ты выучишь уже десяток движений, и дальше эти десять движений ты миксуешь друг с другом абсолютно как угодно, и получается вот этот, собственно, беспроигрышный вариант, я называю беспроигрышный лотерея. Что с чем не соединяй, а все равно получается оно круто, классно. Вот, наверное, это самое основное, есть, конечно, еще какие-то моменты, но это прям самое основное. Постарайтесь это уложить, записать, проговорить, вот, и вынести максимум из этого урока. По крайней мере, я надеюсь, что у вас это получится. Спасибо огромное, что были с нами. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Вот, это практически первое видео, по-моему, сделанное для преподавателей, поэтому, дорогие педагоги, если вам понравился этот видеоматериал, если вы хотите такие видео уроки дальше, обязательно пишите в комментариях об этом, потому что без ваших комментариев следующих уроков не будет. Поэтому надеюсь, что вам понравилось и вы будете поддерживать нас. Увидимся на следующих уроках. Пока-пока.